Привет, интернет! Это Выживатор. Я продолжаю выживать в игре Miss Survival. Выжить в туман. Игра в раннем доступе. В сеттинге зомби-апокалипсиса. Игру предоставил куратор Steam Dreams of Genesis. В прошлом видео я забрался на эту вышку смотрителя за пожарами. Лесничего, так, наверное, проще будет говорить. И меня на этой вышке застал туман. Зомби здесь не любят солнечного цвета. Я бы даже сказал, не любят. А он для них смертелен, потому что, когда они оказываются на свету, они мгновенно умирают. Но, во время тумана, они выходят из своих нор и начинают рыскать в округе. Туман обычно длится не очень долго. Но это одно из самых опасных явлений в этом мире постапокалиптическом. Но, с другой стороны, зомби здесь не так уж и много. И отчасти это просто способ, скажем так, изменить динамику. Сделать ситуацию более опасной для игрока. Что я сейчас сделаю? Я возьму сейчас, присяду, чтобы меня никто не видел. И возьму ружье. Заряжу его. У меня всего два патрона. Поэтому, желательно, конечно, мне их не тратить. Туман уже потихоньку отходит. Поэтому я продолжу исследование этой локации. Мне сейчас крайне нужны две вещи. А, вот смотри. Зомби идет. Он меня даже как будто бы увидел. Но его застал врасплох солнечный свет. И он умер. Так, я нашел ягодки. Меня интересуют сейчас две вещи. Первое. Это база. Место, которое можно оборудовать под базу. И второе. Это оружие. Которое мне пригодится для того, чтобы отбиваться от зомби. Вот, кстати, обрати внимание. Здесь теневая сторона. Вроде бы, как бы, свет есть. Но здесь тень. И зомби меня могут здесь увидеть. А не вон там. Так, так, так. Вот видишь, он боится света. Поэтому убежал обратно. Так, кажется, мне повезло. Возможно, мне повезло. Я нашел домик, который можно оборудовать под базу. Домик небольшой. Здесь есть кое-какой лут. Так, это что? Патрон 9-ти миллиметровые патроны. Я сразу же выложу всю лишнюю еду сюда. Ну, одну оставлю, чтобы перекусить. Бутылку тоже возьму. Потому что я думаю, что мне нужно будет наполнить ее где-то. Здесь есть дверь. Можно какую-то что-то вроде спальни организовать. Здесь есть второй этаж. На котором можно будет прятаться. Ну и построить что-то. Место неплохое. Правда, поблизости. Есть еще какое-то строение. И там ходят мародеры. Возможно, это не мародеры. Я не знаю. Но не хочется проверять. То есть, с точки зрения... Безопасности все-таки. Возможно, это не лучшее место. Хотя, возможно, это не мародеры. Может быть, это нормальные люди. Ну, блин. А как проверить? Окей. Я знаю, что у меня здесь вышка. Недалеко. Мой инвентарь пуст. Поэтому я могу себе позволить... Наверное, забрать эти вещи. Есть еще одна идея, кстати. Как вариант, я бы мог, например, использовать мародеров в своих целях. Например, заманивая к ним зомбарей. Может быть, это сработало бы. Я не знаю. Кстати, уже... Уже закат. И мне нужно поспешить. Потому что... Ночью будет... И тоже очень опасно. Поэтому, что я сейчас сделаю. Я должен уйти отсюда. Должен уйти отсюда и... К сторожке той. Добраться. Но, прежде чем я это сделаю, я... Доберусь... Вот здесь вот исследую... Окружение. Смотрю, что здесь можно собрать. Мест, в которых можно основать базу, в принципе, довольно много. Но больше их часть абсолютно не подходит для долгосрочного выживания. Что у нас тут? Ну, ладно. Я не буду искушать судьбу. И спокойно доберусь до... Моей вышки. Наслажусь закатом. Смотрю окрестности. И лягу спать. В принципе, день получился неплохой. Кстати, очень красиво. Надо сделать креншот. Ой-ой-ой-ой. А я ударился. Это вот только не хватало. Как же мой скриншот будет. Ладно, другой раз придется сделать. Очень красиво здесь. Минималистично, конечно, местами. Но... Игрушка выдает... Неплохие пейзажи. Давай осмотрим на мое состояние. Ударил... Ну, видимо, лодыжку, что ли. Из-за падения. Никаких, вроде бы, манипуляций не требуется. Но я могу... Выпить воды, да. И могу... Сократить время, используя лекарства. Но это мне не нужно. Это мне не нужно, потому что лекарств не так много. А нужды в этом нет. Я все равно сейчас собираюсь отдыхать. Что мне нужно, это выпить и поесть. Изучить свои предметы, которые у меня есть. Вот. Поэтому я сейчас съем эту ягодку Аникс. Она, кстати, похоже... Портится со временем. Ягода почти не утоляет голод. Это реалистично. Похоже, немножко утоляет жажду. Выпьем немного. Ну и ладно. Все-таки съем я вот эту консерву. У меня вот уже, видишь, накапливается общая усталость. Причем она также накапливается, когда ты ешь, судя по всему. Потому что я сейчас съел консервы, а она сразу быстро снизилась. Ну, видимо, бодрость. На улице уже закат. И поэтому мне нужно уже готовиться ко сну. Так. Что я могу сделать? Я могу сделать базовый костер. Ну, здесь это, наверное, его разводить не очень разумно. Я не знаю. Вот этот костер, кстати, может быть способом отогнать насекомых для готовки. Какой-то пенек. А, пенек это понятно. Ну что ж, я могу отдохнуть, но мне нужно лишь поспать. Вот так это тут делается. Выбираем место, где будем спать. И отдыхаем. Сколько часов будем спать? Я думаю, часа четыре стоит поправить. Вдохнуть. Я замерзаю, кстати говоря. Похолодало. В этой игре есть температура. Сейчас шесть градусов. Я проснулся среди ночи. Ну, проснулся так, на всякий случай просто. Для того, чтобы осмотреться. И, пожалуй, я это сделаю. Я что-то слышу. Похоже, вон там живут какие-то люди. Возможно, мародеры. Может быть, нет. Не знаю. У них там вон костер. И я слышу какой-то шум. Не пойму, откуда он будет. Как ни странно, зомби больше пока не стало. Я их не вижу. Я думал, что будет что-то вроде того события с туманом. Кстати, могу включить здесь свет. А я, правда, не вижу эффекта. Наверное, лампочка некоторое время долго разгорается. Да? Ну, что-то совсем уж лампочка здесь, конечно, никакая. Возможно, ее надо подключить к электричеству. Может быть, нет. Просто электричество. Ну, и фиг с ней. Мне лишний свет, на самом деле, не нужен. Он повысит мою заметность. Прислушайтесь к звукам. Как великолепно передана атмосфера. Ночи в лесу стрекочутся какие-то цикады. Какие-то животные кричат там. Мне очень нравится. Я думаю, что у игры, наверное, отличные перспективы. Если она будет развиваться, если автор ее не забросит, или авторы. То это может быть новым словом в играх об апокалипсисе. Может быть, не кардинальным каким-то открытием. Но, по крайней мере, это будет хорошая игра, я думаю. Итак, утро. На дворе утро. Я выложу все лишнее. У меня даже есть несколько уже молотков. Поэтому я переложу сюда. И придется разгрузить уже. Это что такое? Это розжиг, понятно, для создания костра. Но мне пока костер не нужен. Возможно, вот здесь вот написано, что несколько месяцев до зимы. В какой-то период, наверняка, мне придется регулярно топить печь. Потому что, наверное, будет очень холодно. И к этому времени нужно подготовить. Выживание и прелесть выживания не в том, чтобы отбиться от толпы зомби и расслабиться на этом. Фишка выживания в том, что ты должен подготовиться на выживание на длительный срок. Поэтому здесь это явно присутствует. Сейчас осень. И моя задача не продержаться неделю, допустим, а прожить долго и аккуратно. Моя текущая задача – это найти себе базу, которая мне будет полностью подходить. Я думаю, что стоит пройти вот в этом направлении. Уберу ножик. Можно попробовать вот в том направлении. Я там видел какое-то здание. Я, кстати говоря, кушать хочу. Так, ветка. Лишни не будет. Надо, кстати, камушки тоже собирать для костра уже. Листья для нормальной кровати. Ну, как нормальной. И перекусить надо. Здесь вроде бы безопасно. Так, продвигаюсь дальше. Здесь есть вода. Это, в общем-то, хорошо. Мне вода, наверное, нужна. Правда, будет ли она безопасной – это отдельный вопрос. То есть, не будет ли она заражена. Потому что, если какой-нибудь чокнутый зомби упадет в нее в это озеро, то эту воду уже пить нельзя будет. Так, эту базу… Этот дом, похоже, нельзя использовать как базу. И здесь есть зомби, с которыми я бы не хотел драться. Потому что у меня сейчас очень мало… Вау. Так, я могу забрать, передвинуть вот этот столб, например, включить свет таким образом, да? Ну, свет не работает. Здесь, видимо, топливо нужно. Хорошо. Мне нравится то, что здесь продуман такой момент, как освещение, топ… То, что нельзя просто взять и включить лампочку. Вот этот домик мне нравится. Его немного сложно найти, к сожалению. Но я бы хотел сделать этот домик базой своей. Пожалуй. Пока это, наверное, лучшее, что я видел. Смотри, здесь есть зона гаража, который можно, наверное, укрепить и что-то там в ней построить. Здесь есть кухня. Здесь куча мест, в которых можно прятаться. Подвал забит. Часть окон уже заделанная. Есть двери. Единственный недостаток этого места. Дом, похоже, вообще был не обжитой. Его только построили. Здесь есть кровать! Вау, здесь есть отличная кровать, мягкая. Однозначно берем этот дом. Я покупаю его. Так, шикарно, шикарно. Проблема только одна. Ящики. Ау, нет. Это никакая проблема. Вот ящики, пожалуйста. Ну что ж, я думаю, что мне очень повезло найти этот дом. Я сейчас выложу всю еду. Выложу материалы для костра недалеко. Где-нибудь. Ну, например, вот здесь. Вот здесь. А, здесь даже вон можно костер разводить. Великолепно, великолепно. Вот я его и выложил. Здесь все эти материалы. Здесь же, нет, вернее, доски я унесу в дом. И буду здесь укреплять. Этот домик от ванных гостей. Фиг знает, зачем мне листья сейчас. Я их просто выложу. И у меня нет пистолета. Поэтому мне не нужны сейчас патроны. Поэтому я выложу патроны тоже. Эти патроны для пистолета. А у меня ружье, поэтому мне это не поможет. Так, теперь только один важный момент. Нужно как-то понять, как находить это место легко. Есть вот вышка здесь. Давай я сориентируюсь. Сейчас залезу сюда наверх и сориентируюсь. И как лезть? Давай, давай. Странно. Вот, полез наконец-то. Так. Вон, кажется, моя вышка. Хотя, это не точно. Я не вижу здесь нифига. Я не вижу здесь, например... Озеро. Ну, вообще, как будто вон там моя вышка. И пришел я вот отсюда. Так что это немного правдоподобно. Ладно. Хорошая новость в том, что вон там есть какое-то здание. И его я буду исследовать в будущем. Но не сейчас. Почему не сейчас? Потому что сначала нужно занять территорию. Занять эту базу. И только затем уже лутать окружение. Исследовать. Предпринимая вылазки. Отсюда я потом заберу вот эти фонари. Для освещения территории. Здесь я буду наполнять воду. Как-то ее дезинфицировать, надеюсь. И в принципе, ну, скажем так, ситуация несколько налаживается, я бы сказал. Появление такого хорошего убежища мне дает надежду. Надеюсь, что я смогу с минимальными затратами перенести все на то новое место. Стульчик неплохой, кстати. Так. Что надо обязательно взять? Надо обязательно взять доски, гвозди, металлолом, спички. Ветки можно не брать. Я их наберу. Я беру молоток, тряпки. Обязательно топливо. Еще тряпки. Какие-то компоненты. Пару пил и нож. Что еще? Еда. Так. Неужели мне даже не придется возвращаться сюда? Ветки я не беру, потому что их легко... Легко найти. И надо вот как-то эту штуку взять. Ну, здесь тоже все легко делать. Соберем, выбрасываем камни и все. Камни легко найти в дальнейшем было. Что ж, великолепно. Теперь надо отправляться в этот дом. Так, здесь крутой склон, поэтому придется немножко обойти. Место отлично. Я здесь могу пополнять свои запасы воды. Здесь даже можно... Здесь нет медведей. Это очень хорошо. Вообще, куча всяких плюсов. Что за... Почему все стихло? Так, как я могу это взять? Оп. Ага. Вот. Окей. Даже столб взял. Отлично. Эй, эй. А где это? А вот он. Хорошо. Раз ушеду, по пути можно и столбик взять. Устал. Уже не может бежать. Я вот здесь поставлю этот столб. Отлично. Я не знаю, как это работает. Может и никак не работает. Не знаю. Так. Проблема в этом доме только с мебелью, конечно. Итак. Здесь у меня будет еда. Нет, здесь у меня будет еда, раз уж здесь лежит. Здесь у меня будут инструменты, потому что... А, нет. Вот здесь у меня... Нет, здесь очень мало места. Вот здесь у меня будут всякие инструменты. Не думаю, что стоит таскать с собой молоток все время. Хотя... Почему бы нет. Так, инструменты здесь. Я выложу нож, потому что он мне не нужен. А здесь будут у меня всякие... Материалы. Тоски даже можно и так, наверное, положить. Но я не знаю. Я пока не знаю. Вдруг они, например, исчезают. Если их выложить. Поэтому я положу их вот таким образом сюда. А, здесь у меня инструменты. Куча молотков уже. Жидкость для розжига я с топливом рядом положу. И займемся украшением. Ну, скорее, конечно, не украшением. Это практически нужная вещь. Так, как ее только использовать. Попробую вот так поставить. Смотри, на улице какая-то странная фигня. Впечатление, что скоро будет снова туман. Все темнеет. Появляется легкая дымка. Да, наверняка будет скоро туман. Понятно. Мне нужно к этому подготовиться. Так, я могу забить. Да, могу. Я как раз этим и займусь сейчас, пожалуй. Я беру доски. Беру гвозди. И забиваю молоток. Хотя, подожди, уже все готово. А здесь я могу? Так, ну-ка, 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 ну-ка. А могу я, например, дом укрепить вот так? Нет, я даже могу сделать. Кстати, я могу сделать забор. Это прекрасно. Ворота. В курятник. Великолепно. Но вот похоже, что окна я, какие попало, заделывать не могу, да? Или я чего-то не понимаю? Надеюсь, я могу. Потому что здесь уже сделано. Непонятно. Все крепко, все достаточно, в хорошем состоянии. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Материал для крафтинга. Короче, ладно. Вроде бы пока все нормально. Нет, это просто окна грязные. Забавно. А я думал, что уже потемнело. А эту машину я... Эту машину я попробую восстановить. Собирать, конечно, очень много деталей. Смотри, здесь нужно двигатель поставить, свечи, аккумулятор и четыре колеса. Пока я знаю только расположение одного из колес. И больше ничего. Что ж, теперь, я думаю, мы поступим следующим образом. Я перекушу. И в следующем видео я пойду попробую набрать воды и исследовать окружающие постройки. Там есть высокое здание. Наверное, первым делом стоит его обследовать. И попробую найти какие-то материалы для автомобиля. И мне очень нужно оружие. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Можете подписываться на канал. И до встречи в следующем видео. Пока.